Подготовка к отопительному сезону в республике на финишной прямой. Глава Чувашии поставил задачу провести работы качественно и в срок. В республике продолжается модернизация системы ЖКХ. Во многих муниципалитетах меняют ветхие сети и возводят современные котельные. Подробности у Дмитрия Ковалева. До наступления холодов в столице региона должна быть проведена масштабная работа. С этого года за погоду в домах будет отвечать муниципальное предприятие Теплосеть. Для обеспечения бесперебойной работы в течение сентября еще планируется завершить выполнение комплексно-регламентных и ремонтных работ по подготовке к эксплуатации объектов теплоснабжения. Приобрести товарно-материальные ценности и аварийный запас материалов. Приведено предварительное техническое обследование объектов теплоснабжения для определения степени износа и готовности к отопительному сезону. Выполнена также проверка состояния готовности автотранспортной техники к работе в осенне-зимний период. Госслужбой Чувашской республики по тарифам установлены тарифы на тепловую энергию и ее передачу на четыре котельные и тепловые сети. На подготовку к отопительному сезону отведено две недели. Этапы передачи имущества прописаны в дорожной карте. Сегодня мы по срокам идем по графику, который был принят ранее. Основное, на чем надо сосредоточиться, наверное, это получение паспортов готовности объектов. Подготовка коммунальных объектов к холодам на постоянном контроле у главы республики. Что, заработала котельная? Нет? Когда заработает? С отопительным сезоном. Строительство новых котельных – одна из мер оздоровления сферы ЖКХ города Шумерля. Экономический эффект местные власти уже подсчитали. Экономию мы рассчитываем где-то в пределах 9 миллионов рублей. Если газ 6 рублей, то 80 рублей. 200 рублей можно сэкономить. В этом году в городе планируют ввести сразу три новые котельные. Сколько вышло из этой котельной? 36 миллионов 785 тысяч рублей. 153 выделенного Шумерля? Так точно, да. Чистая котельная. Михаил Игнатьев проинспектировал и как готовятся к отопительному сезону власти Козловки. В последние годы с подачей горячей воды в муниципалитете испытывали проблемы. Многие жилые дома питались от работающей с большим износом котельной. Когда это имущество принадлежало московским предпринимателям, сети ветшали. А их замена владельцев не заботила. От бизнесменов властям муниципалитета достались многомиллионные долги. Вот 40 миллионов, пожалуйста. Они же заработали и вывели эти средства. Население-то платило через управляющие компании, платило. Они все долги отстали, им упа нет, ничего нет. С бизнесменами разбираются в суде, а котельные готовят к наступающей зиме. В этом году имущество перешло в госсобственность. На первом этапе здесь проведут плановый ремонт, а затем изношенные сети заменят. Две котельные – это весь город за исключением двух домов. Два дома, еще только шестая котельная, а то, что и Болинцево районная. То есть эти две котельные – это и есть весь город Козловка. За исключением юрлиц, которые рядом котельные с администрацией. Это милиция, администрация, райсуд и так далее. То есть в его секторе – это вот эти две котельные полностью. Проблема с горячей водой будет решена. Почему? Потому что мы заранее планируем, что в новой котельной будет специально водогрейные котлы стоять. Там, где автономные котельные работают не первый год, снизилось в разы количество аварийных ситуаций. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика.